Добрый день, дамы и господа. Сегодня у меня не совсем обычная программа, передача. Меня очень интересует, почему молодежь на Западе так падка до левых лозунгов и идей. Я слышал много объяснений этого феномена, но решил пригласить специалиста, который работал в колледжах и университетах, на самом деле практически по всему миру, наблюдал и анализировал это явление. Сегодня в передаче принимает участие доктор Эндрю Андерсон. Доктор Андерсон родился в Сибири, а детство и раннюю юность провел сначала в Латвии, а потом в Москве. В 1980 году он окончил филологический факультет МГУ, а в 1984 на факультете журналистики МГУ защитил диссертацию на тему Вьетнамской войны. После защиты диссертации Эндерсон вел научно-исследовательскую, практическую и преподавательскую работу в Германии, США, Канаде, в том числе в Академии экономики города Киль в Германии, в полицейской академии того же города Киль, в Московском государственном университете, в России, естественно, в университетах в США, таком как Гавайский университет, Хиллсдейл, кстати, Хиллсдейл очень интересная организация, в университете Саймона Фрейзера Канаде и в университете Виктории тоже Канада. Эндрю написал ряд книг, статьи в национальных и международных журналах, освещающих этнические, территориальные, идеологические конфликты. И с 1996 года он состоит членом Королевского Геральдического общества Канады, Royal Heraldic Society of Canada, и Международного Геральдического общества. Свободно владеет русским, английским, немецким, а также свободно владеет, но говорит, что может читать и писать, значит, и общаться на польском, французском, итальянском, белорусском, латышком и финском, и еще на одесских языках, но немножко хуже. Добрый день, доктор Эндрюс. Здравствуйте, господин Вайнштейн или Лео. Меня можно называть просто Эндрю. Договорились. Добро пожаловать на нашу программу. Спасибо. Вот, значит, сегодня у меня к вам вопрос, больше, так сказать, что называется, из вашего опыта работы в университетах, из области знаний, полученных от общения, я бы сказал, с молодежью. Значит, Эндрю, что случилось с нашими детьми? Что, почему они так стремятся создать на Западе, в Европе, Америке, там, в Канаде? Тип общества, значит, из которого мы сломя голову бежали. Кто-то в 70-х, кто-то в 80-х, кто-то от остатков этого в 90-х. Почему, называя себя прогрессивистами, то есть людьми прогресса, движения вперед, почему их так тянет назад? В, ну, я бы сказал, в испытанную временем систему уравниловки, которая ничего, кроме концлагерей, миллионов смертей, несчастья для всех, ничего, кроме этого, не принесла. Вот в чем суть проблемы? Да, проблема действительно очень серьезная. И, например, каждого из нас она касается, даже меня она касается, не только как преподавателя, но и как отца трех канадских детей. И проблема, к сожалению, связана с тем, что дети наши, которые приехали сюда и которые практически ничего не помнят о той системе, из которой мы их вывезли, дети подвергаются очень профессиональной, высококачественной идеологической обработке. В том же абсолютно направлении, в каком в свое время обрабатывали студенчество, примерно 100 лет назад или даже чуть-чуть больше, например, в Российской империи. Я вспоминаю рассказы своей бабушки и прабабушки, о том, как это было там, среди интеллектуальной молодежи. И кажется, что все очень похоже. Но даже немножко здесь хуже, потому что, как мы знаем, на Западе все делают гораздо качественнее, чем делали в России и в околороссийских территориях. И поэтому здесь эта пропаганда идет намного успешнее, чем она шла в тех местах, откуда мы, сломя голову, как вы совершенно правильно сказали, сбежали. Дети получают эту идеологическую обработку, к сожалению, к большому сожалению, в школах и в университетах, которые, казалось бы, должны были бы быть свидетельствами свободы слова, свободной дискуссии и свободомыслия, как это всегда было, собственно, ради этого университета и были созданы. Но, увы, сейчас мы видим там совершенно иную картину. По вашему опыту, наличествует или нет эндокринзация, извиняюсь за перевод английского слова дурной на русский, молодежи в университетах в каком-то систематическом варианте? Или это просто все делается теми либералами, теми леваками, которые там работают наравне, скажем так сказать, с провоками? Я бы сказал, что, может быть, это не стоит называть систематической обработкой, потому что, дело в том, что люди, которые имеют левые взгляды, так называемые либералы, сейчас они стараются не называть себя коммунистами, хотя некоторые называют себя марксистами и неомарксистами. Дело в том, что каждый из них работает немножко по-своему, все они немножко разные и в разной степени отравлены, если я могу так сказать, левой необольшевистой, как я ее называю, идеологией. Но вся беда в том, что независимо от формы, содержание это, в общем-то, одно и то же. Доктрины одни и те же. И они просто подаются под разным соусом. Так, например, есть профессора в той же Америке, в той же Канаде, я не буду называть имена, которые открыто говорят студентам, например, что Сталин был не так уж не прав. Или, например, травить газом уставших крестьян на тамбовщине, что делал господин Тухачевский, вернее, простите, товарищ Тухачевский. Было совершенно правильно, потому что они были bad guys, плохие парки. Это уже, конечно, некоторый перебор. Не все профессора говорят так. Некоторые вводят в неокрепший мозг наших студентов эту идеологию немножко мягче, маскируя ее под толерантность, говоря, например, что, ну да, в Советском Союзе, может быть, было бы не все так хорошо, но проблема в том, что в Советском Союзе был не настоящий социализм, а вот когда мы сделаем настоящий, у нас-то будет иначе. И в такой ситуации даже не нужно систематической обработки, просто создается определенный тренд. И быть не социалистом, быть правым в современной университетской среде, что в Соединенных Штатах, что в Канаде, что в Германии, просто неприлично. Неприлично поддерживать или радоваться избранию президента Трампа. Неприлично называться консерватором, как это, например, называется в Канаде. Не дай бог уйти вправо или влево с идеологической дорожки, могут обозвать кем угодно, расистом, фашистом, нацистом. Выбирайте любое ругательное слово. Причем, что интересно, эти люди научены, что если они назовут кого-то расистом, независимо, имеются ли под этим какие-то основания или нет, человек сгорел. После этого, что бы он ни говорил, как бы он ни пытался оправдаться, уже поздно. То есть есть какие-то примеры этого или это просто сейчас рассуждение ваше? Примеров очень много. Мне много раз жаловались студенты, причем разных национальностей, студенты с корнями из Советского Союза, студенты коренные. Они просто говорили, что да, к сожалению, используются. Я не согласен, но я просто не могу согласиться в слов, потому что я буду выглядеть, мягко говоря, странно. Со мной не будут дружить, меня будут игнорировать, я могу подвергнуться астракизму. Точно так же происходит выдавливание из преподавательского состава людей, у которых нет явных левых взглядов. Ну, знаете, вот смотрите, вот вы говорите вот так. Я пытаюсь просто понять, я не спорю с какой-нибудь другой стороны, я не знаю. Я последний раз был в университете, когда дочку довозил туда. Вы говорите, что выдавливаю, да? А я там разговаривал с парой людей в Канаде, в той же самой, которые сказали, что я сумасшедший, что это вообще все не так, что это все придумки каких-то там, так сказать, маркобесов, и что настолько, так сказать, никого не выдавливают, не выгоняют с работы, что вообще, так сказать, чуть ли там не укради, там не изнасилуют кого-нибудь, все равно никого выгнать не могут. Вот что такое выдавливают? И есть ли действительно этому примеры? Есть, кстати, такая точка зрения, я вам скажу даже больше. Когда я впервые оказался на Западе в 80-е годы, это была Германия, и я имел беседу со своим дядей, который жил там с 10-летнего возраста, он мне сказал примерно то, что я рассказал вам сейчас. Я, честно говоря, решил, что мой старик сошел с ума на старости лет, потому что, ну, этого не может быть, это дикость. Мы же на Западе, это свободный мир. Мне понадобились годы и годы, чтобы убедиться в том, что дядюшка был, к сожалению, к большому сожалению, прав. А выдавливать с работы можно совершенно разными путями. Например, ваш покорный слуга в 2003 году был полгода под следствием только за то, что сказал в классе, что Израиль как государство тоже имеет право на существование. Группа студентов из трех человек, одна из них была по происхождению из Ирана, причем совершенно не студенческого возраста, подговорила двух других. Они написали на меня донос о том, что я расист, ненавижу всех арабов и так далее. Естественно, я был оправдан, это совершенно понятно, но мною занимался очень серьезный исследователь. Допрашивали моих студентов, причем большое количество студентов, в том числе и арабов, и даже пара палестинцев. Выступили в мою защиту, сказали, что это неправда, и на этих студентов давил следователь, говоря, ну да, а может быть, вот вы тоже своих ненавидите. И да, я был полностью оправдан, но это было очень неприятно. А когда я потребовал извинений, директора декции управления университета сказала, что да, мы вас понимаем, но извиняться у нас не принято. Ребята были неправы, но они действовали с самых лучших побуждений. И тогда я просто ушел сам с этого отделения, потому что находиться там, я считал, совершенно невозможно. Ну, как получилось в результате лучше, но вот это один из примеров. Вы знаете, на самом деле, вы рассказываете пример, как бы прямо противоположный тому, что утверждаете. Потому что сейчас вы рассказали о том, что вот некие, так сказать, на самом деле, либо заблуждающиеся, либо плохие там люди, кто-то заблуждался, кто-то плохой, организовали некое подметное письмо, так сказать, может не подметное, своими фамилиями, после чего, так сказать, вами серьезно стали заниматься, боясь, что вы-то как раз эндокренируете людей в какую-то плохую сторону, выяснили, что вы никого не эндокренировали, а на самом деле, так сказать, все дело нормально, поэтому вас полностью оправдали, но у вас была травма, и поэтому вы ушли сами с этого. Вас никто не выжимал оттуда. Ну, конечно, мы же пока живем не в Саудовской Аравии и не в Сталинском СССР, где просто приехала бы черная машина и увезли бы в менее комфортные места. Здесь это дело с человеческим лицом, как говорится. Но между одним и другим существует, так сказать, огромное пространство, так сказать, оно, здесь белое, здесь черное, а тут смеси белого и черного, да? И вот я пока не вижу здесь ничего такого, что я бы сказал, ведет потом к воронкам. Просто не вижу. Я, может быть, я не был там, может, я не, так сказать, мне бы казалось, что примеры должны были быть, не обязательно из вашей жизни, но какие-то более, так сказать, серьезно показывающие, что именно университеты, а не трое студентов. Потому что, вот видите, два палестинца за вас были, и какие-то другие студенты тоже. То есть, как бы все нормально. А есть ли ситуации, при которых действительно людей выдавливают, причем выдавливают либо университеты, либо какие-то студенческие организации, либо там что-то еще. У нас в Берклин, например, раз за разом происходит демонстрация протеста, когда кто-либо с более правыми, чем ортодоксальные левые взгляды, там выступает. А последний раз, когда Бен Шапира там выступал, то ему полгода пытались не дать выступить, а потом потребовали внести 600 тысяч долларов. 600 тысяч долларов, когда ни с кого, никогда не спрашивали на то, чтобы организовать ему безопасность. Ну, естественно, они рассчитывали, что эти деньги не найдутся, он никогда там не выступит в Беркли, но так получилось, что, так сказать, несколько организаций сказало, ах так, тик-так, эти деньги нашлись, и он там выступил. Вот. Ну, я понимаю вот такую ситуацию, да? А вот в том, что вы рассказываете, я пока этого не вижу. Так сказать, есть ли что-то еще? Вот попробуйте меня убедить. Ну, я попробую, конечно. Ну, во-первых, начнем с того, что жалоба трех студентов и реакция на эту жалобу президента университета и администрации отделения, это все относится к университету. Это не просто три изолированных студента. И, кстати, если уж копать глубоко, например, один палестинец пришел ко мне, студент, и сказал, что ко мне обращался такой-то преподаватель и еще к такому-то, и к такому-то, и просил присоединиться к этому письму. Обещал поставить A+. Преподаватель? Преподаватель. Преподаватель, между прочим, не скрывала, что она коммунистка, при этом, кстати, дочь миллиардера. Ну, это часто совпадало, правда. И он сказал... Когда у тебя есть очень много денег, то можно позволить себе быть коммунистом. Конечно. И он, кстати, сказал, что я очень оценил, он сказал, что я абсолютно с вами не согласен в плане вашего отношения к государству Израиль, но это не дело, это несправедливо, и ни я, ни мои друзья на это не пошли. Кстати, что я хочу сказать, это подчеркивает, между прочим, что ребята-то хорошие, в принципе, студенты. Они нормальные, у них есть чувство справедливости, и даже несмотря на индоктринацию, их все-таки естественное развитие их интеллекта немножко вытягивает. Но, тем не менее, индоктринация происходит однозначно сверху. Ну, и в конце концов, расследование потребовал тоже университет. Приведу другой пример, извините, что перебил. Да, 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 конечно, конечно. В том же университете незадолго до этой жалобы, что, кстати, тоже, между прочим, способствовало жалобе, когда мы проходили Израиль и Ближний Восток, и проблемы там, у меня была возможность пригласить в класс ребят из израильской полиции, которые борются с терроризмом. Они как раз были на отдыхе в нашей части Канады, общие знакомые меня с ними связали, они прекрасно говорят по-английски, кстати, очень симпатичные ребята, даже не скажут, что полицейские, они готовы были поговорить. Я получил звонок от нескольких коллег, которые мне сказали так, что мне это напомнило советскую армию. Знаете, в советской армии сержант мог сказать, ты, друг, конечно, можешь носить усы, но только я тебе не советую. Мне сказали в тех же словах, ты, конечно, можешь пригласить израильтян на кампус, но мы тебе не советуем, будет очень плохо. Я, кстати, принял совет к сведению и пригласил израильских ребят в пивную, недалеко от кампуса, и туда же пригласил моих студентов. Но, знаете, не у всех есть советская школа выживания. У многих ее нет, многие не следят за своим языком, и вот таких, если бы я не фильтровал все, что я говорю в классе с самого начала, когда я понял, где я нахожусь, возможно, результаты следствия против меня были бы несколько иных. То есть, дайте я попробую просумбировать, чтобы перейти дальше. Создана некая атмосфера, при которой высказывать мнение, отличающееся от ортодоксально левого мнения, не приветствуется, и, возможно, будут некие последствия, о чем вас предупреждают деканаты, ректораты, или, так сказать, просто коллеги, да? Да, однозначно. Во-первых, это неприлично, в первую очередь, просто. А во-вторых, если человек на своем неприличном поведении настаивает, то будут приниматься определенные меры. К тому же, за каждым человеком можно найти какие-то мелкие провинности, на некоторые провинности закрывают глаза, на другие наоборот. А что это, что такое эти меры? Вот это я пытаюсь понять. Меры бывают самые разные. Например, я знаю, с другим коллегой была принята вот какая мера. Кстати, он тоже в конечном счете ушел из того университета. Его лекции стали ставить на 7 утра. Знаете, студенты любят отдохнуть вечером, любят попить, покурить, и не всем хочется вставать в 6 утра и идти на лекции. Кстати, что было интересно и что ему очень понравилось, ребята все равно на его лекции ходили. И его класс был абсолютно поздно. Но тем не менее, вот это был способ выдавливания. Принтуденты к вам выходят. Ну, если есть лекции в 7 часов утра, то значит, кто-то на них попадает. Окей, я понял. А почему университеты стали левыми? Почему они оказывают именно леватское влияние для детей? И, извиняюсь, я сделал такое обобщение, университеты. Может быть, это конкретно ваш университет или это тренд, то есть направление действия? К сожалению, это тренд. Даже если университет называется правым, например, университет Калгари считается правым, он все равно левый, просто он более умеренно левый. И все равно там не стоит трогать целый ряд запретных тем. То есть это общий тренд. И почему это случилось? Ну, это очень долгая история. Началась она не сегодня и не вчера. Дело в том, что коммунисты, большевики, необольшевики, будем называть как кому удобнее, а также советские спецслужбы очень давно поняли, что для того, чтобы обладеть западными странами, необходимо прежде всего уничтожить их идеологически. То есть нужно привнести левадскую идеологию и после того, как эта идеология завладеет интеллектуальными массами, именно интеллектуальной элитой общества, общество можно будет реформировать в том же направлении, в котором в свое время была реформирована Российская империя, которая далеко не была идеальна государством и, конечно, нуждалась в реформах, но, как мы понимаем, совершенно не в таких, которым она подверглась. Большевики прекрасно поняли, к тому же у многих из них был опыт обучения в университетах в Поздецарской России, что очень многие вещи решаются в высшей школе и даже не в высших школах и университетах. Дело все в том, что, к сожалению, в нормальных обществах и люди, не отравленные идеологиями, считают, что идеология не нужна. Они занимаются своим делом и идеологию предпочитают игнорировать. В этой связи даже небольшая группа, маленькая группа организованных людей, вооруженных определенной идеологией, медленно, но верно, могут достаточно надежно овладеть умами аудитории. Начался этот процесс на Западе в 30-е годы. Кстати, очень рекомендую книгу господина Судоплатова, это такой известный сталинский палач, который написал и издал книгу сперва на английском, как ни странно, а потом на русском, спецоперации, Special Operations, где он много рассказал об операции советской тайной полиции внутри Советского Союза и вне его. И в частности, он мельком сказал там о внедрении в американские университеты, сказав, что проект начался в 30-е годы. По времени, да, простите? Да, да, я внимательно слушаю. Это совпадает еще с одним очень интересным явлением, которое началось в Веймарской Германии, при Гитлеровской Германии. Это возникновение Франкфуртской школы, также известная как школа культурного марксизма. Эти господа, эти левые профессора начали свою работу в университетах Германии, но в силу ряда причин их работа была прервана приходом к власти Адольфа Гитлера и его нацистской партии, и практически все они эмигрировали в Соединенные Штаты. Тогда Соединенные Штаты еще легко принимали эмигрантов из Германии. И, естественно, были с распростертыми объятиями встречены коллегами, не левыми, а просто коллегами, социологами, экономистами, историками в американских университетах. Придевали американские университеты, они начали потихонечку, но вполне профессионально, готовить кадры, готовить себе смену из американских студентов. По окончании Второй мировой войны часть из этих господ, кстати, фамилии довольно известны многих на слуху, например, Хаббард Маркузе, Теодор Адорнон, Вальтер Беннемин, Фридрих Поллок, Эрик Фром. Некоторые из них вернулись в Европу, часть вернулась в Германию, часть поселилась во Франции, и они продолжили свою работу в Европе, которая была в состоянии шока после нацизма, и готова была принять все, что угодно, в принципе, что осуждало всю предыдущую историю, а другие остались в Соединенных Штатах и продолжили свою работу там. В результате выросло несколько поколений левых интеллектуалов, левых профессоров. Их уже не нужно организовать, хотя, кстати, некоторые, возможно, и внедрялись через советское КГБ и ГРУ. Это тоже вполне возможно. Я, естественно, не могу такое утверждать, потому что у меня нет на руках документов, хотя косвенные доказательства этому есть. И когда два-три поколения леватских интеллектуалов уже созданы, они начинают работать сами в автономном режиме, даже без подпитки, даже без финансовой помощи. Они готовят новое и новое поколение левой интеллектуальной молодежи, которая впоследствии пойдет в политику, в университеты и будет среди принимающих решений. Ну, а почему все-таки молодежь так потка на вот эти романтические идеи, че-гевара, что это, идиотизм, непроходимая тупость наших детей или какая-то психологическая предрасположенность. Ведь на самом деле, ну, вот приехали там пять профессоров, десять, восемьдесят шесть профессоров из Германии, но в Америке были в это же самое время пять тысяч восемьсот профессоров, и которые определенные с другой идеологической платформой или вообще никакой платформы. Почему эти, скажем, победили? Почему третье поколение уже американцев учатся на абсолютно, они называют это демократическими, демократическо-социалистическими, не знаю, каким угодно. На самом деле, мы понимаем, что это, так сказать, марксистско-ленинско, там, еще какими-то другими принципами, а с которых мы, как уже говорили, мы сбегали. Почему их это так привлекает? Что произошло или что происходит? Ну, молодежь, потому и молодежь, что она любит пробовать все новое. Новые идеи, новые, простите, вещества даже, к сожалению, на Западе. И когда приходит, например, такой профессор, который изображает из себя своего парня, ведет себя с ними по-братски, ходит не так, как раньше ходили профессора, я еще застал остатки такой профессуры, которые ходили в костюмах, в галстуках, выглядели как джентльмены и как такие благополучные буржуа, а приходят в драном свитере, в драных джинсах, в сандалиях, с немытыми волосами, он кажется своим парнем, он кажется интересным, и ребята хотят попробовать, им интересно, что он говорит. к тому же идеологи, потому идеологи, что они знают, как работать с сознанием и даже подсознанием молодых людей, они этому обучены и они это хорошо делают, кстати, особенно этому обучены те, кто внедряются в спецслужбы. Кстати, есть прекрасный немецкий художественный фильм «Германия 93», где как раз, ну это правда, еще раз, художественный фильм, где показаны, как ребята из штази работают профессорами в западно-германских университетах и они открыты ко всему. Свои парни очень милые, якобы, открыты к разному, к тому, что раньше считалось извращением, открыты к неформальному общению и тем не менее четко гнут свою линию. И когда определенное количество часов сознания и подсознания человека обрабатывается в определенном плане, то результаты в конце концов приходят и сознание меняется. Плюс к тому, благодаря целому ряду неприятных событий нашей недавней истории, Первая и Вторая мировая война, Холокост, Вьетнамская война, можно назвать еще целый ряд таких печальных событий, если немножко другим углом подать эти события, они вызывают отторжение всего своего, всего старого. Ну, что хорошего в нашей культуре, если она привела к двум мировым войнам? Что хорошего в нашей традиционной культуре, в наших традиционных ценностях, если они привели к Холокосту? Им же, например, рассказывают, что было, какая была подоплека, кто что организован, кто что пытался остановить. Они получают дозированную информацию полуправду, которая очень эффективна. Кстати, то же самое про Че Гевара. Но никто же им не рассказывает, что Че Гевара любил лично расстреливать людей из своего пистолета, что Че Гевара любил убивать детей. Если им это скажут, они скажут, как? Да не может быть! Я обычно в таких случаях подкидываю им статьи или книги на эту тему, и у людей начинается буквально ломка. Ну, как же так? Это же Че Гевара, вот он на майках, он же хороший. Точно так же, когда говоришь даже студентам-отличникам о том, что нацисты были вообще-то левыми. Нет, ну как, они правые? Так, секундочку, объясните мне, почему они правые? Ну, они плохие. Ну, конечно, если плохие, то, конечно, правые. А когда начинаешь объяснять, вроде бы что-то... Студенты умные, они начинают понимать, но никто им это не объясняет. Вот в чем проблема. Ну, вот хорошо. А, собственно, может, они правые, там, действительно, две мировые войны, там действительно Голокост, действительно там всякие, так сказать, расстрелы, там, ямы и тому подобное. Капитализм это, так сказать, драка за, так сказать, отобрать у него, чтобы у меня стало, так сказать, у него ничего, у меня стало 16. Может быть, так оно и надо? Может быть, просто осколки какого-то вот такого давления советского мышления, при котором мы ничего не понимаем, а они молодые, они умные, они базируются, у них интернет, у них, так сказать, куча сведений. Может быть, они правы? Ну, тут интересный вопрос. Кстати, вы хорошо отметили, часто задается такой вопрос, который молодые, особенно даже наши дети, задают. Да что ты можешь понимать? Откуда ты приехал? Вы-то приехали из Советского Союза. Когда им отвечают, что да, мы потому и понимаем, что мы приехали из Советского Союза, потому что мы знаем, чем это все заканчивается. Ну, это тоже не всегда срабатывает. А что касается тех неприятных событий, ну, во-первых, конечно, неправильно объясняют психологию капитализма. Капитализм заключается, поправьте меня, если я не прав, не в том, чтобы отобрать у кого-то и забрать себе, а если у тебя есть что-то, что мне нравится, я хочу такое же, а может быть, даже я хочу чуть-чуть получше. Но я не собираюсь отбирать у тебя. У тебя есть, и слава богу. В этом принципиальное отличие капитализма от социализма. Когда социализм говорит, о, у тебя есть что-то, что мне нравится, давай-ка это у тебя отберем. Но их ведь не так учат. Дальше, когда мы говорим, например, о Второй мировой войне и о Холокосте. Ни капиталисты устраивали Холокост, ни капиталисты развязывали Вторую мировую войну. И национал-социалистическая партия Германии, она не капиталистическая партия. Хотя, да, ее финансировали частично. Определенные финансовые круги, но это совершенно другой вопрос. Они и большевиков финансировали 30-ю годами раньше. Фашистская партия Италии, она не капиталистическая. Это, в принципе, это абсолютно в чистом виде социализм, только не марксистский. И в ней были и пролетарии, и с другого совершенно конца аристократы, которые отнюдь не капиталисты, которые не способны, в принципе, зарабатывать деньги капиталистическим путем. Но этого им не объясняют. И я уже не говорю о том, что когда начинаешь копать исторические факты, кто привел к власти Адольфа Гитлера, кто привел к власти нацистов Германии, то тоже возникают очень интересные факты, которые большинство людей не знают. Например, Гитлер не пришел бы к власти без определенной поддержки Кремля. Об этом тоже есть книги. Сталина, да. 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 То есть он не пришел бы к власти 100%, потому что если бы Тельман, если не ошибаюсь, да, по которому был в это время лидер Коммунистической партии Германии, пошел бы на союз с, как она там называлась, так сказать, немецкой... Социал-демократами. Да, социал-демократическая партия, то у них было бы большинство в Рейхстаге, и, так сказать, на этом бы Гитлер и его партия закончились бы, да, да, да. Хорошо. Значит, давайте мы двигаться к концу. Вы упоминали в наших разговорах о доктрине power of mediocrity, или по-русски, там, силы, или мощь серости. Расскажите немного об этом. О, это очень интересная доктрина. Автором ее, насколько я знаю, является французский философ Гюстап Лебон, который писал большую часть своих трудов в самом начале 20 века. Кстати, что интересно, что меня всегда удивляло, я пока не нашел ответа на этот вопрос. Его почему-то издавали в Советском Союзе и в Советской России в 20-х, на 21-м, 22-м годах. И, например, в российских и советских библиотеках до сих пор лежат его книги на русском языке, переведенные именно тех годов. В большинстве западных университетов я заметил, что из библиотек его книги изымаются за ненадобностью. Ну, например, своим студентам я давал его книги «Психология народов и масс», «Психология толпы» и так далее. И вот, в частности, «Психология толпы», когда Гюстап Лебон пытался предсказывать будущее некоторых стран, и он предсказывал приход к власти социалистов, например, в России и в Германии, незадолго, за несколько лет до того, как эти революции произошли, он объяснял это засилием серости или посредственности высших эшелонов. И, в частности, Гюстап Лебон был автором доктрины о том, что если посредственные люди приходят в высшие эшелоны, будь то правительственные, университетские, какие-то еще, они панически боятся, что рядом с ними окажется несерьезность и непосредственность, потому что все будет их посредственность. И это, к сожалению, то, что мы наблюдаем во многих действительно демократических странах, где, если посредственность приходит к власти демократическим путем, она делает все возможное, чтобы закрепить свой статус и не допустить других. Хорошо, давайте последний вопрос, и на этом закончим. Вот ситуацию в университетах, ситуацию с молодежью, ситуацию с этим поголовным обожанием все поделить, отнять и сделать всех равными. А равными не в смысле возможностей, а в смысле результатов. Делал ты, не делал, все равно ты должен получить столько же, сколько там тот, кто делал. Что можно сделать с этим? И можно ли вообще что-то сделать с этим? Хороший вопрос. Я рад был бы быть оптимистом, но пока не очень получается. Что-то, конечно, сделать можно, но, к сожалению, является фактом, что зло, если можно так сказать, оно всегда активно, а условное добро пассивно. Нормальные люди занимаются своим делом и не хотят связываться с идеологиями, с идеологическими дискуссиями и так далее. И даже мы это видим в нынешних Соединенных Штатах. Господин Трамп открывает рабочие места, например, делает другие реформы, но не думает, например, об университетах и о средствах массовой информации, которые продолжают долбить и продолжают обрабатывать умы, по крайней мере, интеллектуальному населению, у которого есть время и возможность читать прессу, ходить в университеты. Что, например, можно было бы сделать? Прежде всего, всех можно бить долларом. Мы прекрасно знаем, что все абсолютно университеты находятся на внешнем финансировании. Во многих случаях это финансирование ряда корпораций, во многих случаях это даже государственное финансирование. И, например, если убрать финансирование того или иного университета на основании того, что он ведет пропаганду, противоречащую Конституции Соединенных Штатов Америки, то это было бы вполне эффективным действием. То есть определенные университеты закрывались бы просто из-за того, что их удушали бы экономически, а что-то новое можно было бы открывать и пытаться набрать туда различных людей, чтобы была действительно диверсификация, diversity, и чтобы снова вернуть к тому времени, когда у университета была возможна свободная дискуссия разных взглядов, правых, левых, центристских, каких хотите. Это один из вариантов. Но готов ли кто-то на это пойти, это другой вопрос. К сожалению, весьма возможно, что в конечном счете количество перейдет в качество, и современные демократически процветающие страны могут повторить неприятный опыт бывшей России, бывшего Советского Союза. Очень не хотелось бы и жалко детей и внуков, но не исключено, к сожалению. Спасибо огромное. Очень не хотелось бы, потому как жалко их, даже если они не смышленные и не понимают, что творят. Конечно. Будем надеяться, что оно каким-то образом, я не знаю, под давлением фактов начнет как-то изменяться, и от эмоций наши дети и внуки перейдут к другому осмыслению жизни. Обычно это происходит, в общем, тогда, когда они начинают работать, и вдруг видят, какое количество денег у них вытаскивают из чека. Значит, а если они еще тяжело работают или там свой бизнес ведут, тогда это довольно быстро приходит. Вот. Ну, хорошо. Спасибо огромное. Вам спасибо. Да. До свидания. До свидания. Всего доброго.